Не кино и не анимация, а отдельный вид искусства. Что будет, если совместить живопись и фотографию с цифровыми технологиями, показали в культурно-выставочном центре «Радуга». Там открылась мультимедийная экспозиция муза Монпарнаса с Волжских берегов и посвящена она художнице парижской школы, творившей под псевдонимом «Маревна». Уроженка Чувашии прославила это имя на весь мир. Что же уникального увидели первые зрители выставки, расскажет Наталья Егорова. У необычной выставки и открытие необычное. Гостей решили погрузить в атмосферу парижской кофейни. Здесь можно выпить кофе с портретами художников парижской школы, в том числе и самой Марии Моревны. Но я, пожалуй, выберу Модильяне. Кофейный аппарат распечатывал мини-картины на принтере. Такое мимолетное искусство. Был в этом и некий символизм. Хотя, признаться, портреты на кофейной пенке было жаль рушить. Чего уже точно не отнять, так это мультимедиапроект, созданный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коротко, просто и понятно здесь рассказывается о жизни Моревны. Родилась она в Мариинском посаде в четырехлетнем возрасте. Ее вывезли из России. Раскрылась как художник в Париже. Необычный псевдоним ей подарил Максим Горький. Именно Горький посоветовал мне подписывать картины Моревну. Именно Морской царевны из русской сказки. Ни у кого никогда не будет такого имени, сказала. Гордись и оправдайте. Оправдала. Ее картины хранятся в знаменитых музеях мира и стоят баснословно. Сама она была музой Модельяне, Пикассо, Диего Ривере. Многие художники парижской школы стремились написать ее портрет. Ей посвящали стихи Максимилиан Волошин и Илья Эренбург. Сама она постоянно осваивала разные приемы и направления. От кубизма до неоимпрессионизма. Перед взором зрителя проекторы высвечивали самые важные моменты жизни художницы. Здесь много эффектов. Здесь эффекты цвета, эффекты звука, эффекты анимации, авторская музыка, нетрадиционное представление картин, инсталлятивное представление картин. Но это новаторская выставка. Собственно, она такая же новаторская, как и новаторское само искусство Моревны. В чем-то мистические, завораживающие переходы. Все продумано и все в стиле самой Моревны. Кстати, к созданию этого проекта имеет отношение и наша коллега. Корреспондент ГТРК Чувашия Анна Филиппова. Всегда приятно узнавать о том, что именно в нашей республике были такие отдающиеся люди, живи здесь и брали все силы, наверное, в своем творчестве. Погрузиться в необычную атмосферу могут все желающие. Выставки в «Радуге» бесплатные. Я всегда придываю людей, ходите в музей. Виденное глазами художника меняет себя, меняет отношение к жизни. Это, считаю, самым главным. Оно нас поднимает, оно нас вдохновляет. Это первый этап проекта. С творчеством Моревны в таком формате познакомятся не только столичные жители. Чуть позже необычную выставку можно будет увидеть во всех районах Чувашии. Наталья Егорова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.